Талант на вес золота. Воспитанники Национальной школы искусств для одаренных детей с международного конкурса фестиваля «На крыльях таланта» вернулись победителями. Семь участников, семь лауреатов различной степени. Если для второклассников это был удачный дебют, то для девятиклассников уже ожидаемый результат. Многие ученики в свои 15-16 лет – неоднократные стипендиаты различных творческих конкурсов. «На крыльях таланта» конкурс престижный. Дело в том, что члены жюри – преподаватели ведущих творческих вузов Москвы и Санкт-Петербурга. В творческих состязаниях участвовали молодые музыканты из Мариел, Чувашии, Татарстана и Нижегородской области. Это было мое первое выступление на таком престижном конкурсе. И поэтому я очень волновалась и так рада была, когда взяла третье место. Велончель – это мой любимый инструмент. Я буду с удовольствием на нем играть и вообще буду стараться занимать только хорошие места. Младшие дети видят, как старшие играют. Теперь это умение держаться на сцене. Там ведь не надо просто выходить и играть, там надо быть еще артистом. Если на уроке ребенок просто ребенок играет по подсказке, а там он должен сам все это делать. Отмечу, что сегодня из 260 учеников в Национальной школе искусств для одаренных детей 160 получают музыкальное образование. Достойно выступив на одном конкурсе, ребята продолжают репетиции. Готовится к следующим творческим состязаниям. «Телерадио» Частное издательство «Телерадио» выпустило в свет подарочные. издания стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42 28 28. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей.